Волонтёру, который хочет работать с заключёнными, как в группе переписки, так и при поездке в колонию, очень важно ознакомиться заранее с возможными манипуляциями. Это будет на пользу именно ему, это не требование, это просто его защитит, потому что заключённым очень свойственно манипулировать. Они профессиональные психологи, лучше многих профессиональных психологов, которые закончили вузы, и действуют они так, что вы этого просто не заметите. Это не так, что вот сразу видно, какой он негодяй, и вот он тут у меня денег требует. Он это будет делать очень осторожно, так что этого можно действительно не понять. А учитывая то, что много волонтёров женщина, а женщина в принципе очень свойственно быть сентиментальными, быть чувствительными, быть сочувствующими, для женщины опасность в этом плане наибольшая. Что касается переписки, то часто заключённые, когда видят, что им ответила женщина, просят прислать фотографию, написать номер телефона, выражают ожидание какой-то дальнейшей встречи и не воспринимают её просто как волонтёра, а начинают воспринимать уже как, ну, возможно, свою пару даже в дальнейшем. Ну, это можно понять по подтексту. Начинают писать стихи. Здесь важно быть очень осторожным и напоминать заключённому о границах, а осторожно на них указывать. Очень часто просят выслать средства, и здесь также очень важно сразу объяснить о том, что мы этого делать не будем. Бывает, что заключённые делают проверку. Они просят прислать, например, шоколадку, говорят, что я такой сластёный, а тут скоро праздник. И он видит, что, в общем-то, да, она вот купилась, она прислала шоколадку, и после этого он напишет, это вот классика, «Я сгораю со стыда, я там, может быть, даже иногда обещают потом вернуть, но не могли бы вы мне выслать денег, мне очень надо». Пытаются давить на жалость, говорить о тех болезнях, которые у них есть, о том, что их отвергли родственники. Вполне возможно, что это правда. У них действительно тяжёлая жизненная ситуация, но волонтёр совершенно не обязан ему помогать. Наша функция – это духовная переписка или проведение досуга, воспитательная деятельность, если мы едем в колонию, но никак не оказание материальной помощи. Это очень важно. И если мы проявим слабинку, то очень легко могут сесть на шею. Часто апеллируют к чувству вины. Какой же ты христианин, если ты отказываешься мне помочь и не можешь мне всего-то, вот это, выставить лекарство или очки. Ну или просто просят позвонить, пишут номера телефонов близких, можете им сказать то-то, то-то. Ведь же мы это делать не обязаны. Здесь не нужно испытывать за это чувство вины. Важно понимать, что мы можем и что мы не можем, и сообщать об этом, чтобы нас не использовали. Потому что заключенные существуют очень многие за счет различных пожертвований материальной помощи. Что касается поезда в колонию, как правило, я не встречалась с попыткой манипулировать, но там такое также может быть. Особенно в колонии для несовершеннолетних, учитывая то, что там юноши, средний возраст там 17 лет, есть юноши 20 лет, и, конечно, они могут пытаться заигрывать, они могут просить что-то им привести. То есть такое возможно. Мы с этим не сталкивались, но это вполне может быть. И к этому просто нужно быть готовым. Тут просто я бы советовала знакомиться поверхностно с психологической литературой, как вести себя при манипуляциях немножечко, вот совсем-совсем поверхностно понимать психологию заключенного. Просто чтобы понимать, как ответить и как себя вести в данной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok